здравствуйте уважаемые господа начинаем вебинар который я провожу как правило по пятницам это бесплатный вебинар по эзотерике и в этом вебинаре я постараюсь ответить на те вопросы которые вы мне задаете сегодня я опубликовал вопрос такой в своей группе дуйко кайлас и рте также постараюсь отвечать сегодня на вопросы которые вы задаете мне на моем сайте дуйко точка гуру и начнем дуйко кайлас и рта я задайте по данным постам свои вопросы отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике и так инга в риор принцесс андрей андрей здравствуйте много зла в людях появляется когда в них попадают плохие субстанции которые раньше были душами которые не смогли долго переродиться они пристают человеку чтобы чувствовать жизнь даже если она негативно ведь хоть какая-то почему нельзя было придумать какой-то процесс очищения для душ плохих людей например стирать накопленный опыт предыдущей жизни давать шанс как молодой душе для чего нужен такой жестокий процесс я извиняюсь если вопрос не для открытого вебинара я знаю чем вы говорите я могу ответить на этот вопрос это не сложно каждый человек рождается у каждого человека есть добровольный выбор это добровольный выбор связан с тем как он будет относиться к окружающему миру то есть он будет страдать находить возможности видеть что-то пыльное в комнате инкрустированной драгоценными камнями или будет видеть все-таки драгоценности которые лежат на полке по поводу того что человеку что-то там пристает и так далее хочу вам сказать человек рожден для того чтобы жить а когда человек свою жизнь променивает на то чтобы не жить то в этот момент такие души могут попадать человека что я имею ввиду иногда так получается что человек не живет а либо мечтает либо вспоминает но жизнь для человека это же как бы элемент осознанности иногда я встречаю таких людей их очень много это люди которые нацелены на то чтобы не жить они живут тем что они могут оскорблять искать подвох кого-то критиковать вспоминать мечтать но точно не живут на ведь жизнь она едима единомоментно то есть очень важно для человека единомоментное ощущение то есть они ощущают пищу ее не чувствуют там близкие с ними живут они не ощущают этих близких а вот когда появляется воспоминание того что было к ним как бы доходит как заторможенная реакция таким образом чувство человека сознание душа они не проживают той жизнью которая дана человеку богом и в этот момент появляется пустота эту пустоту и занимает вот такие существа именно поэтому мой совет такой человеку человеку необходимо жить настоящим моментом человеку нет как это происходит когда человек говорит допустим если мы читаем успенского ли гурджиева там это уже сказано все четвертом пути успенского ну и в общем то во многих публикация гурджиева там было сказано о том что для человека очень важно находиться в настоящем моменте этого времени очень важно не предаваться воспоминаниям очень важно не залетать в прошлое или не мечтать о будущем даже не переживать о нем и там говорится о том что это очень важно научиться ценить свою жизнь и жить в ней и обычно когда мы только начинаем этот путь мы думаем что мы должны ощущать как-то особенно эту жизнь я сразу вам хочу сказать что нет мы не можем ее никак ощущать потому что она у нас есть доказательства у меня есть рука и и не ощущаю но стоит мне только удалить мою руку я ее начинаю ощущать когда у нас появляется воспоминания это не что иное как наше сочувствие того что мы в тот момент когда это с нами было не ощущали радости от этого именно поэтому не стоит пропускать то есть стоит себя подготавливать и делать это плавно к тому чтобы тот момент когда будет радостное событие от смаковать его по полной программе ощутить его на полную катушку по поводу осознанности я хочу вам сказать что очень важно перед осознанностью или перед тем как мы начнем осознанно что-то делать научиться либо страдать либо радоваться от этой осознанности потому что осознанность которую мы пропускаем как бы не ощущаем и не оцениваем дальнейшем становится для нас пустой знаете иногда так бывает у людей человека мотивирует его задачи то есть человек говорит вот у меня появится там 100 миллионов долларов ну такое нет наверно никто не мечтает ну наверное у меня там появится своя собственная квартира я буду очень счастливым человеком и вот она появилась и человек несчастлив почему потому что это воспринимается как должное после этого он это отпускает и в этой квартире живет и в общем-то стремление к этому было даже интереснее вы знаете потому что любой путь все равно лучше чем финишная черта и наша жизнь она связана наверное с тем что мы вот бежим как будто старт это наше рождение и потом финишная черта и обычно любой финиш нашей любой задачи он нами воспринимается немножко как разочарование потому что мы всегда хотим немного большего всегда хотим немного быть совершения всегда хотим быть еще кем-то и вот я бы сегодняшнем разговоре хотел бы вас переориентировать я хочу вам сказать плохо всегда быть не может это раз второе как бы мы не жили нам все равно придется прожить это два и третье переориентируйтесь на то что жизнь и есть радость вот то где мы сейчас находимся это и есть радость почему потому что хуже может быть и лучше может быть но это потом и если мы не можем никак это изменить в том что мы живем то у нас есть две возможности первая возможность это изменить свою жизнь будущем так чтобы получать от нее удовольствие либо изменить свою жизнь так чтобы получать от нее удовольствие или иначе она нас сломает и мы в дальнейшем начнем все хуже и хуже себя чувствовать все ниже и ниже падать и так далее чуть-чуть ушел я от вопроса да алена салай много вопросов а я что-то там начал философствовать алена салай здрасте уважаемый андрей андреевич ученица 6 обновленных ступеней ого сегодня 11 декабря 14 20 я должна была вылетать в доминикану этом тепло с пересадками в швейцарии и в америке на 21 день но за несколько дней до вылета произошли разногласия с моим мужчиной он живет другой стране и должен был улететь в тот же день но другими рейсами скажите пожалуйста полет не состоялся по причине личных отношений или сработало ваше предупреждение о котором вы говорили прошлой пятницу что не советует учениками школы путешествовать но вы упомянули только египет ели чуть ли не оговорился плохое слово чуть не сказал меня уберегли от неприятностей в дороге или отводят от этого мужчины или как вариант пустые разногласия каждый день делаю защиту и прошу прибежьего в школы заранее спасибо нет уважаемая лена салай это вас не касается это касается вашего мужчины дело в том что не хочет вас потерять а денег на это путешествие у него нет и это такая проблема знаете когда и хочется и пообещал она этого и он вам а вы при этом как настоящая девочка начинаете искать подвох то есть это в чем кто виноват может быть этом там меня оберегать не денег нет просто у него нет денег а сказать он вам не может ведь он до этого совершенно другое говорил у нас много денег мы как поедем и помчимся на оленях утром раним пересядем в швейцарии будем там в казино играть в монако посетим а в америке поедем лос-анджелес и так далее аденах нет понимаете конечно же это как раз знаете есть анекдот который рассказал шурик когда-то он когда-то сказал у меня есть возможность у меня есть желание купить автомобиль но нет возможности у меня есть возможность купить козла но нет желания ну давайте теперь выпьем за то чтобы наши возможности всегда совпадали с нашими и соответствовали нашим желанием именно поэтому я хочу вам сказать ну конечно простите его пообещал не порассчитал собственные силы тем более глядя на вас вы шикарная красивая представляю сколько вы умеете тратить ну и понимаю мужчину знаете как настоящий мужчина который не хочет отдать все деньги я его очень хорошо понимаю если он европеец то тогда ему скорее всего совсем сложно потому что обычно европейские мужчины считают несмотря на то что они зарабатывают хорошо они умеют читать на всем экономят и обычно знаете выглядит это как в свое время у меня я когда-то учился и познакомился с девушкой которая была сестрой моего одногруппника и он мне говорит я говорю такая красивая она говорит я кроме приехала говорю ты мне так нравится такая красивая бы за тебя жизнь отдал она говорит а я холостая свободная могу с тобой встретиться но назначил ей встречу а у это был было советское время у меня было только 30 рублей на которые мне необходимо было дожить до конца месяца и питание было за мой счет и это были для меня просто последние деньги ну и я приехал к ней стоял там возле метро какого-то она стояла ждал и я как сейчас помню такие кучерявые волосы очень красивая девушка хорошо оделась мамина золото на ней было она выглядела невероятно красиво молодость сочность это какая-то я не знаю блеск этот весна знаете это все вот такой таким было красивым но я не подошел почему я не подошел потому что я начал думать о том что если я дам все деньги до конца месяца голодным потому что мне кому мне больше было помогать и я решил все таки не подходить собрался и уехал домой да потом со временем мы встретились и ей признался говорю ты знаешь я тогда приехал к тебе видел тебя ты была очень красивая но не смог тебе подойти потому что у меня не было денег и это ваша история вы знаете и он тоже смотрит на вас видит вы такая красивая и так хотите куда вы там так хотите посетить и доминикану и швейцарию и америку и хотите побольше быть с этим мужчиной и так далее а денег нет а ему хочется или экономит ну и в общем ничего страшно сергей пустовой интересно знать сколь магии в эзотерике если принципиальная разница в этих учениях насколько я знаю за туризм переводится как наука о тайном с моей позиции или как бы моя идея ли моя задача или мои мои пожелания это объяснить человеку принципиально простые идеи философии которые связаны с тем что как бы на поверхности лежит но мы это постоянно пропускаем и вот такие идеи они могут называться скрытыми идеями ну вот допустим я когда-то говорил куда течет любовь туда текут и деньги я говорил что с нами происходит те события которые обусловлены нашими чувствами плохие чувства возникают нашей душе в нашей сердце в нашем сердце плохие события происходят хорошие чувства возникают хорошие события а какие чувства значения не имеет и это как бы тайные знания которые человек волен применять или волен не применять ну и это является как бы таких вот концепции их очень много я их называю некими эзотерическими законами или идеями тайными потому что они о них никто не говорит они на плаву не плавают как бы выводы сделать сам по себе человек не может и собрав это или имея какие-то способности такие может быть необычные я собрал между собой все эти идеи и попытался в начале отработать это если так можно сказать в своей жизни после того когда мне это удалось я решил что имею право поделиться своими идеями с теми людьми которые приходят школу именно поэтому свою эзотерику я больше считаю наверное эзотерикой чем магией ну и когда человек начинает использовать мои идеи слышит их и сталкивается с тем что у него что-то происходит то у него появляется такая идея назвать это магией то есть он говорит жили жили здесь я начал зарабатывать как это произошло я говорю это наверное магия но его так соединилась магия и эзотерика если принципиальная разница в этих учениях я думаю что это одно и то же но дело в том что эти слова сейчас на сегодняшний день они очень запятнаны в целом как в общем то все к чему прикасается человек то есть человек такое существо что она может запятнать любую самую здравую самую хорошую самую красивую идею то есть вы знаете что если очень большое количество голодных людей стоит в очереди и после этого на каждого человека есть обязательно какое-то количество пищи и выделяют эту пищу для того чтобы все люди поели и каждый должен получить себе в тарелочку нужное количество пищи и этих людей создать для них одинаковые условия получения пищи и для тех людей которые раздают одинаковые условия раздавания пищи как бы автомата это сделать то все равно пищи многим не хватит почему эта особенность все люди хорошие но есть качество человеческие это врожденные качества они неплохие они неплохие для человека они помогают ему выживать они помогают выживать его потомству но в этот конкретный день эти качества могут повлиять на то что человеку он совершит проступок создав элемент несправедливости то есть его элемент который он создал несправедливости заставит кого-то проголодать а для этого человека это будет справедливо ведь он возьмет немножко больше для того чтобы отдать детям или отдать бабушки или на завтра оставить и так далее а кому-то не достанется именно поэтому нам свойственно быть людьми которые во всем ищут подвох нам свойственно быть людьми которые создают сами несправедливость и это как бы критерии обычного эволюционного процесса нет ни зла ни добра ни плохих нехороших есть эволюционный процесс в этой эволюции есть более низкая эволюция где люди сражаясь друг с другом обманывает есть более высокая эволюция где человек восхищаясь и радоваясь радуясь вернее тоже может эволюционировать и достигать чего-то а вот выбор человек делает для себя принципиально однозначной то есть мы как эволюционирующие эзотерики выбираем для себя выбор или делаем для себя выбор больше эволюционирование такого высокодуховного люди же обычные которые живут в этой жизни выбирать для себя эволюционирование совершенно другое то есть отобрать и там прос критиковать оскорбить забрать и это тоже имеет место быть все это на пути к выживанию поэтому каждый человек имеет право выживать и конечно же каждый человек имеет право жить и выбор мы можем сделать сторону эзотерики потому что так легче ирина рожко здрасте капотка когда на день рождения зажигают свечи и на торте загадывать желание но получается сгорает и не исполняется почему ведь в тот момент когда собрались гости и в тот момент когда у человека хорошее настроение в тот момент когда он радостен когда квинтэссенция кульминация сублимированные чувства радости множество подарков любимые люди которые ему желают что-то и тут приносят торт и говорят загадай желание то в этот момент появляются вот эти чувства это невероятное чувство радости благодарности которые одновременно смешиваются и эти чувства и позволяют человеку в дальнейшем исполнить его заветную мечту а свечи это уже фетиш это не так имеет значение можно и не свечи сделать можно там в торт лечь лицом и тогда все равно желание исполнится потому что все будут смеяться и так далее я всегда на протяжении своих ступеней говорю слова что друзья мои следите за своей психической энергией которая возникает когда мы радуемся и когда мы испытываем состояние радости и в тот момент когда у меня появляется какие-то нереальные чувства радости и счастья там с детьми или еще с чем-то я не упускаю возможность в этот момент загадать какое-нибудь желание я но очень быстро исполняется просто я стараюсь сделать так чтобы не загадывать глобальное много желайте по чуть-чуть не надо много и сразу это очень важно кстати мам симус здравствуй фамилия у вас красивая этаж кто ж такие родители что вас так назвали спасибо вам за все что вы делаете за бесценную информацию меня родила 8 12 сестра близнец племянницу поставили врачи порог сердца малышки как помочь племянницы какие практики помогут восстановиться там есть такой семинар называется ментальные методы исцеления приобретите этот семинар и выполняйте метод исцеления этого ребенка с помощью вот этих ментальных кодов которые я там даю с визуальными образами не говорите ничего сестре от себя просто вот так сделаете и пусть сестра даже не знает у вас есть желание можете ему помочь елена москалёва здравствуйте добрый вечер можно ли участвовать в обряде раскрещивание если они причем то можно оставаться крещен конечно пожалуйста я вообще за то чтобы люди не меняли то что им наречено то есть вот у вас есть крещение вы христианин обязательно верьте обязательно этим пользуйтесь ну планируете провести этот обряд не планирую ваша ученица первой ступени наташа деминская здравствуйте дорогой а как быть соседки ножницы напротив моего дома поставила воткнула в дерево что означает постоянной сплетни про меня разговаривает завидует вот даже фото сделала я хочу вам дать обряд возьмите обычную ленточку какую-нибудь на ней напишите свою фамилию и эту фамилию где-нибудь на этой ленточке имя и фамилию можете имя и фамилию родственников и вот такую ленточку повяжите на дереве которая будет видеть ваша соседка или где-нибудь привяжите чтобы эта ленточка виделась и в тот момент когда на вас будут влиять как вы считаете ли на вашу семью вот можно писать семья наташи деминской и когда будет влиять там втыкать что-то плевать вашу сторону то это будет идти на ленту и лента растрепится после этого там что-то с не произойдет если есть какое-то влияние и все а на вас это влиять не будет таким образом вы сделаете некий перенос который называется в магии вольтом и перенесете ее влияние если вы считаете что она есть на вот такую обычную ленточку магия вам в помощь андрей петров почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова как решить эту проблему если налево бегать не хочется не нужно рассматривать женщину как станок который называется козел который использует в гимнастические как гимнастический снаряд ой ой сори сори и не нужно это использовать как гимнастический снаряд женщина не мясо у женщины есть душа у женщин женщина цветок случае если вы мужчина восхищайте чтобы она видела говорите как она вам нравится обнимайте ее гладьте ее и это будет и у нее навсегда перестанет болеть голова она всегда будет что хочет женщина от своего мужчин она хочет чтобы он говорил ей слова о том как она ему нравится почему я вам открою тайну каждая женщина самого своего рождения даже самое красивое постоянно нуждается в том чтобы не кто-то доказывал что она красивая если ей не доказывают что она красивая она себя заклевывает и считает что она некрасивая именно поэтому какая бы красивая женщина не было ей необходимо все время подтверждения подтверждения детей подтверждения родственников это как некая как мужчине нравится смотреть на женщину так женщине хочется чтобы и все время говорили комплименты но если вы муж ее то вы должны их говорить больше чем все остальные люди ты моя зайка ты моё солнышко такая сегодня красивая ой какой у тебя особенный взгляд какие у тебя потрясающе сегодня волосы я забыл тебе сказать что-то очень важно что же это что у нас денег не будет нет я тебя очень искренне люблю потом не судьба дала такую прекрасную женщину как ты такую красивую на даже можете скрестить пальцы если вам не нравится главное это сказать и поверьте мне дальше будет все очень хорошо а если с самого утра начинается у тебя там и ты не пожарила ты не наварила ты не сделала да что же это такое что такая тупая вообще когда-то начнешь зарабатывать у нас все плохо сколько может это продолжаться задолбала ты дома находишься не могла полы убрать почему полы не бластят почему ты не умеешь готовить да твоя мама какашка твои отец вообще тупой олень и так далее и после этого я по любимая я созрел у меня там все либидо появилась тоже мне теперь делать ничего я бы тоже не дал если был бы женщина почему как такое может быть это для мужчин все равно если им говорят ты тупой олень он через полчаса не забывает об этом забывай а женщина помнит женщину нельзя оскорблять и говорите что-то плохое что касается ее внешнего вида не смейте этого делать не ломайте эти бедные души человеческие они хорошие правда не нравится вам знайте чем красивее женщина тем больше муж зарабатывает во многом красота зависит еще и от того что мужчина может предложить этой женщине он может ей предложить спать дольше у нее будут глаза красивые он может ей дать возможность одеваться красиво она сможет конкурировать рядом с другими женщинами он освободит ее от детей она больше начнет заниматься внешним видом вы же поймите женщины они преданные женщина она преданная потому что он она должна быть по природе эволюционном таком в эволюции людей она должна быть преданной почему женщина предана и это особенности и если бы женщины с легкостью предавали то тогда они бы могли во время рождения ребенка с легкостью его предать и мир или поколение людей на этом бы закончилась не смогли бы рождаться люди а так женщина она верна своему ребенку она верна его вскармливая она верна и в тот момент когда он растет это по-честному это верность понимаете и поэтому женщина несмотря на то что там плохое мужчина хороший и даже несмотря на то что очень часто это не самые лучшие представители общества людей эти мужчины они все равно остаются верными они душой остаются верными и так далее но они верные женщины неверные женщины это те женщины которые понимают что они не нравятся мужчинам женщина только одного хочет она хочет постоянно нравится своему мужчине она хочет только одного чтобы он в ней признавал ту женщину которой можно восхищаться эту женщину которую можно любить конец а секс но что секс секс это потом секс это потом будет восхищение будет у вас полно секса не будет восхищения не будет не полноцать а еще мужчины мой те ноги и попы тоже и тогда будет у вас больше шансов иногда мужчина ложится и даже на расстоянии несколько километров от него пахнет вообще мужчину можно понять он устал он целый день работал и так далее если вы ложитесь женщины которую вы любите доказательством вашей любви может быть посещение душа бывает и так я иду на ночь бреюсь почему люблю жену почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова ответ dance полна по моему не знаю может быть я не прав напишите в комментариях потом большое вам спасибо за то что оставили комментарии к видео трансляции которая была в прошлой пятнице данное видео набрала 59 тысяч человек 59 тысяч комментариев и 50 там одна тысяча комментариев за счет этого она набрала 59 тысяч просмотров но большое вам за это спасибо теперь это видео смогут увидеть огромное количество людей она как бы как это называется индексируется оставляйте под видео комментарии это дает мне силы в дальнейшем проводить вот такие видео трансляции надежда кухлиненко ученица 2 бесплатной ступени что может обозначать черный крест из облаков над домом небо чистое голубое в течение пяти минут крест разошелся в облака крест это плюс поэтому случае если вы видите плюс то тогда у вас что-то хорошее в жизни добавится понятно у крест сразу что такое ольга бритецкая почему мне снятся каждый день сны как в реальной жизни как фильма многим людям вообще не снятся сны заранее спасибо ваша ученица это связано с особенностью строения нашего мозга и связано с иллюзиями обычно когда сны снятся очень яркие такие то это говорит о том что сознание очень легко переходит в иллюзорный мир и это говорит о том что вы мечтательный человек а более практичные люди менее снится снятся сны именно поэтому если вас это если вам не снятся сны мечтайте больше а если вы вам снятся сны то мечтайте меньше все должно быть в меру нам все это вы мамси заладили андрей андреевич у меня родила так вы по несколько раз один и тот же вопрос да оксана ефанова помогите разобраться когда лучше читать какие мантры и коды слышала что утром на дачу вечером на привлечение из этого следует вывод что лучше отдавать отчитать долгов и зла вечером на деньги везение красоту помогите разобраться да это действительно так но это для более таких специалистов то есть для профессионалов обычный человек обычно может читать коды для денег когда хочет или кода от зла тоже когда хочет и с открытыми и закрытыми глазами но с открытыми днем лучше для того чтобы эффективность была лучше а если допустим вам не получается у вас не получается долг отдать или у вас неприятности какие-то то можно читать в хоть круглые сутки и днем и ночью но не лежа и не закрывая глаза читайте когда хотите ольга таран здрасте закончили первую вторую ступень и начали третью ступень были положительные изменения учитель нам плохо стало в конце 3 обновленной ступени прошли ее и в итоге разрушилась все работа у двоих выгнали источники дохода исчезли отношения разрушились люди нас недовидеть стали практике третьей ступени стали работать в обратном порядке тысячи неприятностей начались у нас место уверенности появились страхи панические атаки пока поток закручивает только плохие события заниматься практиками стало даже страшно купили четвертую поставили гармонизатор дальше один день пока не пошли чувствуется ужас в груди от канические атаки ого как много хотим учиться дальше плохое от чего мы хотим избавиться возвращается к нам как будто поставили зеркальную защиту и как вы много всего представили там как ваши четверокласски хотим учиться дальше покупаем шум и хотим купить семинары как убрать обратный результат из-за чего это происходит вы учите как сделать жизнь лучше и такого результата быть не должно вы делаете для людей только доброе пожалуйста помогите я с удовольствием с удовольствием это сейчас прокомментирую с удовольствием для того чтобы остановитесь не нужны вам эзотерические ступени не нужно ни коды никакие слушать ничего не мантры денег ничего начните с моей философии которая заключается вот в чем запомните навсегда вот эти пять слов которые я скажу с нами происходит с нами происходит то что мы чувствуем с нами происходит то что мы чувствуем и дальше совет старайтесь как можно больше получить хороших чувств на протяжении дня это вытянет вас думаете о бизнесе старайтесь получать хорошее чувство думаете о муже старайтесь хорошее чувство находить почистите помещение раз там грязно конечно же я сразу же вам написал признавайтесь каким эзотериком вы обращались за помощью конечно же сразу же вы мне написали опыт действительно был когда была замужем обращаясь бабушки сохранить семью двадцать лет назад обращались 7 назад низким целителям наладить личную жизнь экстрасенсу рустаму вашу школу пришла чтобы жизнь наладилась проблемы моими стали возникать и у дочери я могу вам сказать что у вас внутреннее желание найти ориентирование на плохое находите ориентирование на хорошее но к сожалению вы меня сейчас не услышите я это абсолютно четко понимаю но если бы вы услышали и не искали бы зло которое поймите когда человек отталкивает зло и думает что он отталкивает зло считая что весь мир это зло то он отталкивает и добро как же я могу взять и вот представьте себе есть большое количество людей это люди которые хотят может быть меня толкнуть или на хамить мне но среди них есть человек который хочет меня покормить а теперь скажите мне отталкивая всех я умру от голода конечно не надо так защищаться от мира мир не только зло друзья мои мир это еще и добро мир это то что нам хочет давать нужно поверить в то что там не только у нас отбирать хотят а хотят еще давать не только нас ненавидите глушить а еще и наоборот песни петь и обнимать и целовать верьте в то что мир не только зло и что на вас не только нападать хотят поверьте в то что вам еще и дать что-то хотят не нужно вечно защищаться отталкивать я понимаю людей которые вечно думают надо защищаться надо отталкивать это не считает а плохо ориентируйтесь на что-то хорошее ведь вы одеты это уже хорошо вы тепленько это хорошо у вас есть где жить это хорошо есть с кем жить у вас даже мужчина есть чего нет у многих женщин а вы и тут считаете что это да и у дочки плохо да не у дочки плохо это с вами все связано находите что-то хорошее ведь мы же сами можем создать праздник саш ты создаешь праздник конечно каждый человек может создавать праздник моя жена утром просыпается бежит и делает губы красивыми себе почему она пытается создать праздник и я пытаюсь создать праздник вот сегодня буду ехать цветы какие-нибудь куплю и стараюсь праздники для детей делать елочку начнем завтра ставить во второй половине дня это все очень приятно пусть праздник будет держитесь за ручки когда сидите находите возможность быть хоть чуть-чуть чувственными друг другу находите эту доброту бог дал каждому человеку любовь в середине его груди найдите любовь почувствуйте закройте глаза и почувствуйте что бог в середине вас любит и он вас создал и он вас защищает и всегда защищал просто вы потеряли вот эту связь найдите это в середине груди там где-то далеко в глубине она есть она есть и вот маленькая что-то она вас маленькая там любит и защищает постоянно а мы постоянно ищем там свекровь ездит она во всем виновата не ищите никого виновных мы кузнецы своего счастья мы сами можем выковать себе свою судьбу не надо вам проходить ступени заканчивайте не ищите ни добро ни зло начните заниматься философией ищите возможность чувствовать радость иначе не будет никогда никакие ступени вам в жизни ваши не помогут крестина мавромаде спасибо что отвечаете на вопросы очень хочется приобрести квартиру в греции начала заполнять коробочку сдачи мелочи потихоньку откладывать на квартиру как вы думаете получится приобрести конечно приобрела 1 обновленную новогодний подарок спасибо за труд пожалуйста светлана шацких я слухаю ваши вебинары так ось после одного прослыхования мы не показали цифру 54 в 4-кутнику а потом 11 как это пояснить не знаю а вы знаете вам же кто-то показал вот кто показал спросите у него хорошо ведь если вам где-то показывают то скажите а что же мне показываете что обозначает вот где-то так а я что причем этаж не я показал вот если бы я показал я бы объяснил а так показывает не объясняет ужас какой ну а без шуток 54 это девятка это говорит о том что кого-то нужно пожалеть 11 это двойка это говорит о том что что-то прибавится ирина задорожная я по осени сшила себе платье шила мне его знакомая когда спросила о цене она отмахнулась сказала потом обговорим но когда платье было готово она мне отдала его со словами вспоминай моего мужа как же его вспоминать если вы с ним не жили ну он был хорошим человеком он трагически погиб на стройке сорвался с лесов мне было очень неприятно но я платье взяла носить его не хочется вообще как бы такой ситуации если я правильно понимаю это платье сшила виде просада нет она платье не сшила виде просада на платье сшила как бы чтобы поминки были как бы чтобы душа переродилась и душе было легче как бы плюсик поставить а вы скажите хорошо я принимаю и скажите расчетом моим является вот этот мужчина муж этой женщины он был хорошим человеком все платья принимаю о нем больше не вспоминайте таким образом вы как бы сделаете дашь свою оплату чтобы не быть должным а если вы не носите она у вас то вы становитесь должником пока не поменете этого человека будете должны скажите поминаю его хороший человек был отличный в ооо и к платье какого получилось то на меня как раз такое красиво вида попова скажите пожалуйста может ли маленький ребенок видеть другие субстанции было неоднократно дочь не верила что внучка видит и пугается потом сама заметила что она смотрит тот угол что на потолок что посоветуйте сделать бойтесь этого друзьям и если дети видят что-то не поддерживайте не развивайте старайтесь просмотреть спит ли ребенок долго почему есть такое понятие которое называется психические заболевания когда ребенок начать начинает видеть начинает от этого пугаться бояться и так далее то не хватает магния кальция и это может привести в дальнейшем появлению каких-то не очень приятных ситуаций с психическим здоровьем ребенка я противник того чтобы ясновидение это никакое не основе дни это иллюзорное пространство и она не очень хорошо для ребенка но истощает психическую деятельность и так далее ребенок может быть мнительные потом подхватить эту идею и потом будет совсем все плохо начните давать магний чтобы ребенок успокоился и кальций для того чтобы более сильнее стимулировать работу сердца так как на фоне высокой глюкозы длитирование гемоглобина или высокого там низкого гемоглобина могут появляться вот такие галлюцинации кальций и магний поможет ольга руда я подскажите пожалуйста знак для торговли подмышкой который выдавали в группе и поясняли что нельзя его видеть зеркале чтобы кто-то не увидел не будет работать в тот день если заново на следующий день сделать будет работать да проходите ступень ирина шупик практически все женщины в нашем роду остаются одинокими я в их числе 2 неудачных браки возможно это что-то по роду о боже все вы готовы и человек которого можно обработать конечно и 200 баксов я тебе шасса распутаю путы падую в спину это у тебя проклятие дорогая проклятие ки никто не поможет только я маха буракам все 200 долларов с тебя сказал волшебные слова теперь вы здоровы если будешь женаты ну ладно возможно это что-то по роду но скорее всего по возрасту то что такое но топово пород топа возраст скорее всего по возрасту я уже не могу не а что рассчитывать но у меня есть дочь не хотелось бы и такой судьбы смотрю я на вас ирина щупик и могу вам сказать что все шансы у вас быть любимой женщиной и выйти замуж имеются и нет у вас там никакого родового проклятия ваше родовое проклятие заключается в том что вы когда встречаетесь с мужчинами то есть у вас внутреннее состояние недоверия то есть им нужно не доверять тоже они все какашки чем доверять а этого не нужно делать каждый раз когда будете видеть мужчину считайте что он хороший человек не чувствуете в середине своей груди какую-то может быть даже человечность знаете потому что обычно знаете как женщины делают давай познакомься так он сто процентов хочет отобрать мои деньги забрать моих детей от и до отнять мое имущество прописаться в моей квартире а то ничего он не хочет вообще он еще и не начал даже а у тебя есть деньги нету а у него денег нет а что же я с ним буду делать будете жить будет вас греть такой теплый большой это же приятно сейчас зима рядом теплое существо лежит покормили зато сколько тепла видите можно обогрев уменьшить потом платить за коммунальные платежи и меньше это же вообще сколько пользы вообще от мужчин много пользы опять таки я хотел сказать может от врага защитить но не буду говорить по 6 такие мужчины что ни от кого не защитят да ладно король сможет на машине покатать когда-нибудь если у него права есть а если нет то начнет там когда-нибудь за на рыбалку сходит рыбы принесет о вспомнил богдан андреевич кравченко уважение почтение спасибо очень хочу задать вопрос но пока стесняюсь мужчинам это не свойственно пусть сложатся так обстоятельства чтобы мы встретились и пообщались онлайн или оффлайн не имеет значения оценки ценю дорожу нашим знакомствам очень сильно с добром к вам семья отношусь я не могу объяснить на последнее время не могу оторваться от ваших вебинаров и семинаров так проникаюсь до слез и радости хотя много времени не могла слушать не шла информация с чистым сердцем и любовью в хорошем смысле всего написанного маша якушева витебск машин а почему вы пишете от богдана андреевича кравченко маша все хорошо конечно же пишите мне в вайбер я вас помню по морским курсам все хорошо винета витина добрый день мой муж патологический врун ты шайтан что делать можно изменить его смотрите как все устроено если один человек занимает позицию судьи то другой человек занимает позицию подсудимого случае если человек судья то ему подсудимый будет говорить неправду всегда почему он будет ему врать все время почему посмотрите свое отношение к вашему мужу если вы живете с позиции обвинения и претензий то он будет все время себя выгораживать и это не жизнь а мучения а скажите подсудимый хочет жить с судьей постоянно никогда рано или поздно он может убежать или спится именно поэтому переориентируйте себя и начните восхищаться вашим мужем а вообще более подробно об этом я даю на 1 2 старые обновленных ступенях школы кайлас и вот мне прямо захотелось вас удалить из группы но я вас оставлю если вы пообещаете винета до следующей недели пройти все-таки первую ступень иначе я вас из группу удалю мариша марина добрый день ученица 1 2 ступени слушаю вебинары читаю код на замужество практикую мантры хочу встретить человека но что-то не получается уже давно одна иногда кажется что это одиночество затянуло очень сильно это все страдания прошу вас совета что подскажете делать принимаю что время детей семьи уже 35 да что с женщинами произошло красивая женщина 35 лет блондинка и при этом она страдает что все уже конец мне что с вами 35 только мудрость приходит к женщине понимаете в 35 только начала вообще семьи в европе это возраст вообще когда первый раз мужчина и спать начинает а вы все уже бабушкой себя окрестили что с вами ну что с этими людьми еще и красивая женщина хотите выйти замуж у вас есть деньги купите за 100 долларов мой семинар он называется замужество быстрое замужество 2020 года я вам обещаю вернуть деньги если вы делая только то что я говорю первые 20 минут будете делать и если вы на протяжении прелюдиях пишу если вы на протяжении одного месяца будете делать то что я говорю 20 минут в начале этого семинара если вы сделаете это один месяц и не выйдете замуж то тогда я вам верну деньги обещаю пожалуйста жене они симова скажите пожалуйста можно ли проводить запечатывание очищение освещения квартир утром пока спят ну да скажите спрашивает руслана викторовна скажите пожалуйста можно ли заниматься эзотерическими практиками в тот день когда приходится резать и разделывать домашний кури или другую живность да можно здравствуйте ваша ученица из тбилиси прохожу практики на замужество очень нервничаю сыне но пока ничего не получает смотрю все ваши семинары читаю мантры пожалуйста если можно скажите когда он женится наконец-то ему сейчас 25 лет так рано еще и вообще в 40 очень беспокоюсь спасибо 35 до или там 34 во сколько мне там был очень беспокой спасибо что у нас есть дай бог вообще не заморачивайтесь женится ваш мужчина пусть выберет себе нормальную не переживайте вы своими переживаниями все ломаете 25 лет у для нашей нации это много поэтому и переживают ничего не много сейчас мужчины женятся в любой нации знаете сколько в вашей нации есть женщин которым необходим мужчин просто он не клацнуло у него еще чего-то а вы успокойтесь все произойдет можно ли собирать коробку с мелочью чтобы быстрее рассчитаться за ипотеку нет цель чтобы квартира стала только монет она в залоге у банка нет ни на что не собираете как поступить эзотеристки умер муж но в наследство нам с ребенком досталась квартира в аресте в которой мы проживаем и машина нам обязали выплатить долги по суду долг не маленький знаю практику сжигания на свече но затрудняюсь понять что мне представлять в это время как муж брать долг представляете будто вас из квартир выгоняют и читайте коды заклинания победа в судебном деле вы какой-то денис тихонравов вы как-то рассказывали о знакомом таксисте который сменил работу с легкой на физически тяжелую при одинаковое плате труда как выбирать себе этот паттер много работаешь много зарабатываешь заклинаниях было переход на новый социальный уровень наверное это о том вы правы дело в том что очень нам помогает внешний мир в тот момент когда вы хотите поменять работу посмотрите если у вас настроение от этого улучшилось если все близкие начинают радоваться то тогда вам необходимо это сделать обычно когда я назначаю встречу человеку и там человек говорит андрей андреевич давайте встретимся илья начинают думать о том что вот у меня была идея такая хотел запустить там что-то и говорю завтра я поеду или завтра уже об этом буду разговаривать семьей свои что я хочу вот это делать новое производство и утром очень рано где-то в 7 часов утра пришла ко мне маленькая дочь роза она легла рядом со мной говорит папа я так тебя люблю скажите это было подсказкой того что мне необходимо было это делать жизни так вот это было успешно была вторая ситуация человек говорит мне там давайте давайте встретимся давайте я вот пытаюсь утром поехать к нему говоря сегодня поеду водитель задерживается жена говорит у меня не получается мне нужно тоже куда-то поехать там еще что-то не получается там кто-то дома надулся ребенок кричит с утра кушать не хочет и так далее это о чем говорит внешний мир всегда нам подсказку делает нужно нам что-то делать или нет задайте вопросы посмотрите день радостный нужно это делать день не радостный не нужно вот и конец здравствуйте саша забияка ухты не в тему эзотерики но вдруг есть ответ стала замечать что очень громко говорю люди делают замечания возможно вы подскажете способ как с этим справиться если человек очень громко говорит на эзотеристском плане это говорит о том что у него очень развита эгоизм не произносите слова я слух вернется в нормальное состояние не произносите слова я на протяжении одного месяца и слух нормализуется елена зацепина помогите пожалуйста справиться со стыдом вот мне стыдно написать свой вопрос стыдно что-то сказать как неправильно поймут стыдно часто за кого-то хоть я не виновата вообще подскажите как справиться это как раз и есть карма вы наверно в жизни чего-то желаете так вот обычно люди которые начинают чего-то желать у них появляется качество которое больше всего их начинает мучить и я еще раз хочу вам сказать это одна из вот таких эзотерических тайн которые существуют на земле когда человек допустим чего-то хочет жизни допустим он говорит я хочу много зарабатывать и в этот момент у человека появляется возможности появляются какие-нибудь знакомства которые требуют от него действий и в этот момент у человека появляется страх или стыдно или выступать стыдно или еще что-то и в этот момент человек это не делает он начинает этого избегать так вот я хочу вам дать совет избегания в тот момент когда у вас есть задача ли вы чего-то пожелали то в это сразу же автоматически поднимает в вашей жизни то что является преградой на пути к достижению этой задачи именно поэтому если вы чего-либо желали там замуж выйти а что вас мучает я боюсь выступать перед публикой выступите перед публикой 10 раз и это у вас исчезнет знаете почему вы видите очень успешных людей вот никогда не обращали внимание что очень часто очень знаменитые такие люди допустим там очень богатые люди очень знаменитые люди они обычно очень некрасивые невысокого роста там пляшивые вот смотрите там там президенты допустим там президент зеленский маленький президент путин маленький смотришь на макрона тоже там метр в кепке анжелина анжела меркель маленькая то есть смотришь на этих людей они маленькие нельзя сказать чтобы они были при этом еще очень красивыми но если сказать честно шепотом то я могу сказать что они не очень умны но дело в том что им чертовски везет вопрос почему какое же у них есть удивительное качество которое отличает от всех людей это качество есть абсолютно у всех и у каждого успешного человека это преодолевание собственных страхов знаете чем отличается человек который боится человека боится выступать на публике чем отличается человек от того человека который не боится выступать на публике тот который боится этот который не боится оба боятся но тот который боится он молчит об этом и выступает а тот который вернее тот который боится говорит всем об этом а тот который не боится молчит и когда у него спроси ну что боися то он бы хотел сказать конечно у меня там все трясется но при этом он делает невозмутимое лицо и показывает всем что ему не страшно почему это рефлексы это нормальные человеческие рефлексы для того чтобы не бояться как я выступать на публике явно не выступаю там с 18 лет то необходимо много лет это делать и это нормальные процессы для человека преодолевание себя это путь к достижению человеком своих поставленных мечтаний задачи целей вот вот она это и есть тот паттерн никакие не влияния преодолевание себя на чужом горбу не заедешь в рай только путем изменения себя преодолеванием состояния комфорта преодолевание своих персональных страхов мы добиваемся всего в своей жизни это у всех и у сороса который был из там у горщины как это венгрия который переехал в америку который там занимался и который стал очень богатым человеком когда-то слушал лекцию и он рассказывал студентам о том что самое важное для человека это преодолевание собственных страхов я с ним абсолютно согласен именно поэтому самые маленькие самые вот такие наверное долбанутенькие самые наверное неудачливые они преодолевают страхи почему это конкуренция им больше нечем конкурировать они должны конкурировать путем преодолевания себя самые некрасивые выходят замуж за самых богатых почему богатые мечтают что кто-то потратит их деньги а девушки мечтают их потратить а потратить их могут только девушки вредные злюки негодяйки поэтому обычно так и бывает что негодяйки попадают к очень богатым мужчинам а все остальные хорошие к обычным такова судьба если где-то стакан наполовину вернее если где-то стакан полон то противовес ему должен появиться стакан который наполнен елена лауман здрасте с наступающими праздниками поздравляемся и семьей вашей спасибо мои тревоги о сыне не проходят очень хочу ему помочь он метается слева направо и может определиться как жить не работает не учится как эзотерически ему дать пендель свои 27 лет без образования после школы на профессию начинает бросать так много годков уже будто блок стоит только мечтает о красивой счастливой жизни хочет быть обеспеченным но быстро даже дом не купить на старость обещает он нормальный умный парень лениться учиться или работать как я могу помочь вы никак а вот путем изменения себя в сторону дисциплины в сторону поверьте мне все в его жизни будет хорошо я вот сейчас смотрю ничего такого страшного у него не будет отпустите его он действительно сможет и зарабатывать старайтесь для него что-то делать не контусти его не говорите почему ты не работаешь почему ты не учишься махните рукой это единственный повод для того чтобы в его жизни что-то изменилось правда вам говорю любовь базюк поверьте мне ориентируйтесь на себя не ориентируйтесь на него вообще вообще ему не говорите там иди работа не иди работа делай не делай ничего не делайте один год так проживите пусть живет как хочет не высказывайтесь макритет во всем поддерживают любой базюк очень в теле усталость даже если не работаю витамины не помогают помогите пожалуйста чему брать усталость когда у человека появляется усталость это говорит о том что у него скорее всего заболевания печени и заболевания печени легко лечить это л орнитин л аспарганин аспара аспарганин и вы можете купить какой-нибудь препарат в котором есть эти действующие вещества ну хотя бы л орнитин и пропить такой препарат он обычно в порошке это аминокислота 1 столовая ложка на стакан воды по 2 стакана в день один месяц у вас вновь появится радость силы и так далее опять-таки если у человека появляется вот такая усталость теле это может говорить о токсическом отравлении это может говорить о сахарном диабете это можно говорить от нефрозия но это не связано с энергетик светлана весна можно ли эзотерические помочь ребенку девочки 7 лет которая боится своего отца можно помочь эзотерические проходите ступени об этом все рассказываю или как вы хотите чтобы я это сделал валентина бондаренко вот недавно купила на стену часы они все время останавливается и так рассердилась и бросила в горячую печь ох ты ж как жестко у вас там вы главное если вы главное на детей не сердитесь договорились обещать подскажите как надо было поступить чтобы знать и что это значит гнев у вас какой-то бесконтрольный такой ох ты со жесткого вас так все где вы живете в таганроге светлана китаева мне очень неудобно все же есть вопрос как долго будет длиться моя тяжба с судом все понимаю все принимаю ним не могу пользоваться картами банка тяжба будет длиться у вас еще два года и не менее трех месяцев вот так не быстро как поступить эзотерические умер муж наследство с ребенком досталась квартира нам обязали выплатить долги знаю практику сжигания ответил проблемы с сыном 29 лет не работает ну вы малевайте я даю это на первой ступени складывайте ручки и говорите пусть у него и дальше по тексту как я там даю вопрос по семинару программирования 21 можно ли принимать участие кто не ученик можно уже больше двух лет дома по уходу за больной пожилой мамой в деменции вы как-то мне посоветовали представлять небе светящийся глаз для духовных сил конечно так и дело такое ощущение что жизнь прекратилась возможности заработки исчезли государственные пособия недостаточности времени много нет и условий подменить некому а личной жизни сказать нечего пыталась подрабатывать делая украшения сваровски но связи с пандемией пандемии все остановилось даже на фиктивный брак согласилась для того чтобы выжить приняла это как деньги неоткуда дочь никак не может вернуться из египта так как проблема с визой для ее мужа начались проблемы со здоровьем и так далее как только появляется радость она сменяется на отчаяние безнадежность такое ощущение что нет права на жизнь если бы школа кайлас не знаю бы даже что было всегда помните уважаемая госпожа как бы вам жизни не было плохо всегда знайте это временно принимайте перепрыгивайте переступайте живите нету на большее наслаждайтесь меньшим плохо очень просите не ищите не обвиняйте ее не обвиняйте ее потому что на ее месте вы можете оказаться когда-нибудь не нужно считать что мама виновата во всем что у нее деменции что если бы не было вот так как сейчас ее бы не было то у вас было бы как-то хорошо я вас даже удивлю скорее всего это связано с тем что не хочу вас оскорблять но все равно договорю если в этом всем выход есть выход есть выход этот выход заключается в том чтобы может быть досматривать еще детей может быть выращивать там знаете у нас есть знакомая на дома выращивает тараканов она выращивает тараканов и потом их продает этих тараканов для кого она продает потому что есть вот такие ящерицы которые едят этих тараканов сверчкова накупил аквариум и их там выращивают и оказывается это очень реально прибыльный бизнес правда я вам говорю и это не сложно знаете посмотрите как можно дома в квартире заработать деньги посмотрите и займитесь поиском такой информации она есть такая информация то украшение сваровский сваровский сам не может сделать себе украшение там столько всего какая безнадежность меня была знакомая тетя она делала книги брала книги покупала на барахолке делала им очень красивые внешний вид такие как будто под старину и потом продавала их через интернет она сейчас до сих пор этим занимается у нее очень хорошо получается там бутылки какие-то она старит и так далее элвис лакан здравствуй первые три месяца целыми днями занимался практиками зачем сократил до трех утленных часов место манипхадра ставлю дыхательный код сад в ваджи если возможность дыхательным кодом заменить амитабхи защитное заклинание делаю сострадание окружающих людей на марат на трое 100 лучших пожеланий и что что я должен сделать вам нужен вам нужен знаете что вам нужен нужна моя обновленная ступень первая или же там купите коды семинар кода дойко или пройдите сангая с какими-нибудь кодами и занимайтесь по кодам там одни из первых там и ваджа сатвы и там всего остального наталья андина добрый день фейсбуке постоянно пишется что все мантры заклинания коды для учеников школы кайлас остальные не могут их практиковать и что такие ученики не нужны но ведь вы даете мантры вебинарах по здоровью как же быть можно ли их практиковать не будучи учениками например очень мнительная сомневающиеся не решаешь их практиковать боюсь делать что-то не так еще можно ли сказать предновогодний семинар не будучи учеником вашим можно проходить семинар предновогодние не будучи учеником а вот по поводу мантр заклинаний кодов я все равно хотел бы вам сказать что хорошо было бы потратить свое время для того чтобы пройти бесплатную первую ступень школы кайлас в интернете не нужно пользоваться кодами заклинаниями и мантрами бесплатно этого вам не нужно потому что вы в дальнейшем сможете вы в дальнейшем просто можете обвинить меня и сказать андрей андрей ведь что-то пошло не так я поверила читала коды и так далее мне это не нужно потому что читая коды или заклинание или мантры человек должен предварительно ознакомиться с философией моей школы философия без магия без философии вредит философия без магии тоже скажите в эзотерике в супружеской жизни имеет значение с какой стороны от мужа в кровати должна спать жена имеет жена к мужу должна лежать так чтобы муж от жены лежал по левую руку а женщина к мужчине лежала по правую руку таким образом женщина будет чувствовать себя более любимой здрасте кто закладает днк в людыне бог понятия не имею не присутствовал чё сказать его ход сожалению не знаю ответа на этот вопрос я думал это как бы промысел божий знаете который изменить невозможно нинель шельдер нинель из гомеле здрасте внук не любит ходить в садик панические атаки истерика вся семья расстроена видя как он трясется и меняется в лице как приучить силой тащить это не выход с уважением к вам давайте ему на протяжении дня магний на а утром давайте кальций ребенок полностью изменится это адаптации у него нарушение адаптации она обычно возникает случае если у ребенок адреналиновый посмотрите мое видео она есть в интернете называется адреналиновые дети сделайте так чтобы вместо адреналина у ребенка формировалась адаптация чтобы у него появлялся появлялись гормоны мозга они адреналин а это у него не появляется из-за недостаточности минералов магния и кальция вы как-то рассказывали что когда появилась прибыль нужно принести положить деньги на кухне чтобы переночевали нужно именно наличные ли можно с карточки с деньгами можно карточку с деньгами да не торопитесь тратить пусть дома полежать подскажите моем случае возможен возврат к нормальной жизни заболела не сама помогите пожалуйста возможно вы вернетесь к нормальной жизни татьяна казимирова скажите пожалуйста не навредит ли пространство в квартире приобретение головы быка как символ года вот такой навредит не нужен такой символ у вас квартире такой символ будет очень напрягать всех людей которые в квартире находится подскажите могу ли я помочь душе умершего сына кстати я хочу вам сказать что данный год это год железного быка а железный бык становится золотым только в том случае если его очень нагреть поэтому вот такой золотой бык если его повесить то все перебесятся никаких золотых красных цветов на новый год только синенькая и не ругайтесь первые 15 дней после нового года сделайте так отдохните сделайте так чтобы все было тихо спокойно ровно я даже первый месяц после нового года выступать не буду на публике хочу провести исключительно с семьей травку пощипать виктория страшко спасибо за ежеминутный труд для людей любимый человек подарил кошелек как можно его выкупить или может мантру на читать ничего страшного это не так принципиально носитель скажите за поцелуй любимый можно это же все в один котел знаете любимые могут друг другу дарить если это в один котел деньги то можно рустам абул ханов прошел первую ступень читаю мантру делаю практике слушаю шум и последнее время начал замечать что становлюсь злее злые мысли отомстить кому-либо бывает не сержусь на кричу на родителей начали бесить товарищи по работе пройдите 63 снг я все изменится вообще хочу вам сказать что это все будет длиться до 27 декабря а потом всех отпустит потому что сейчас очень плохое время когда люди как раз вот вредничают и нервничают или 65 снг я пройдя его вот эти элементы вас отпустят очень нужна консультация по поводу моего родственников которого говорили на работе теперь он вынужден отбывать тюремный срок пять лет можно ли ему помочь как-то изменить в лучшую сторону я не даю консультации по отношению к тем людям которые сидят в тюрьме не являясь учениками школы проходите школу там все есть в этой школе моей там я даю и коды и мантры как это убрать все известно очень признательна вам за знание помощи поддержку приобрела семинар предсказания по кубикам можно ли мне зарабатывать на гадании пожалуйста достаточно духовного имени для защиты да расскажите пожалуйста какие практики лучше проводить смотря на солнце и возле моря смотреть на море плохо финансы уходят и молодость на солнце плохо солнце дает надежду успех и желание жить на солнце практике проводить нужно так чтобы не сгореть поднять руки вверх и сказать дай мне свой лучик и представить как луч от солнца зашел ваше тело это оздоровит ваши полы и органы кишки и кости а также наполнит вас вот такой солнечной энергией делается это одну-две секунды и данный метод позволяет человеку не сгореть а в остальном не нужно повлияет ли на людей то что они занимались практиками время затмений нет можно ли женщинам заниматься эзотерикой время месячных смотрите школьные ступени там все вопросы на эти вопросы есть можно заниматься помогите как можно помочь моему сыну за пару месяцев переболел 3-4 раза подвернул ногу не успела нога пройти снова заболел до этого он так часто не болел большое спасибо оденьте ему на указательный палец левой и правой руки кольцо сделано из железа и он перестанет попадать в такие ситуации подскажите как придумать ситуацию для работы со свечой чтобы взяли на работу понятия не имею о чем вы спрашивать не подскажете что значит этот символ у известного талантливого канадского певца данный символ является символом материального роста и данный символ имеет определенное значение и мне он известен даю его именно этот символ в своем семинаре который называется саншайн кокон для денег как один из символов богатств скажите пожалуйста если в церковь захожу что можно за упокой родителей свечу ставить или не нужно этого делать можно пожалуйста дудка спрашивает добрый вечер уважаемый андрей андреевич скажите если пересматривать тот момент когда воздействовать от пьянства или уже достаточно сын андрей я верю что помощи повторения не будет да можно да пожалуйста если мало допустим человеку моего воздействия одного раза то тогда он платит еще раз при просматривании тогда получает воздействие еще раз вот таким образом это работа чиниться второй обновленной ступени слушая шум для работы читаю мантру но вы молодец как вылечить грыжу поясницы эзотерийским методом все даю на первой ступени сколько у нас там время 19 11 будем заканчивать подскажите можно ли очищать еду животным как мы очищаем себе да могут ли люди энергетически плохо влиять на домашних животных то если да то как защитить очищая пространство хочу вас пригласить я сделал такой семинар который называется семинар защита от зла без а влияния проклятие так далее я его буду проводить завтра хочу прочитать что будет во время его проведения значит сейчас я его нахожу я его так назвал для себя он называется снг 66 от бесов там я буду давать коды от бесов от дьявола нечисти устранить нежелание импотенцию наведенную от пьянства чтобы отпустил от влияния колдовства магии от плохих людей защититься любой порчи наведенной от сглаза от испуга от гнева от духов джиннов сатаны от плохих мыслей от беспокойства грусти уничтожения нити негативного влияния планет от влияния кармы метод лалки таб великолепный метод всех видов сглаза внутренних проклятий чистить энергетический кокон от любого злака поли которое наведено с помощью благовония от любого подклада очистить квартиру от дур неодержимости психических заболеваний для стабилизации жизненной энергии если она у куда-то уходит по причине влияния на человека чтобы плохие люди не попадались и не было бандитов жизни чтобы магию вернуть тому кто ее на вас навел убрать порчу с глаз и поставить там защиты себе чтобы они работали там год или два их будет две также проведу обряд такой где буду убирать с вас змеиную шкуру это обряд который уберет ментальные мысли по отношению к вам работа с негативными вибрациями своими чужими которые освободят вас от каких-то там моментов которые связаны с тем что там не получается зарабатывать ничего не получается буду работать убирание приворотов обряды от кладбищенской магии от подсыпания от вольтов также проведу обряд где уберу какие-либо элементы которые были в виде подклада подобранные положены вам вашу квартиру или ваш офис это все буду завтра просматривать и буду это все убирать также поработаю с психосоматическими заболеваниями с помощью эзотерики и это все закончу элементами призм то есть буду просматривать каждую вашу призму и это призмы которые дают человеку энергию денег богатство порча обретение семьи нерешительность негативных концепций проблема астрала там и проблемы плохого самочувствия и так далее все со всем этим буду работать как целитель над порчи блуда там еще практики и завершим это все включением в жизнь потока материального благополучия который называется кит и вот таким образом постараюсь отработать на завтрашнем санга я очень рекомендую на нем по присутствует всем людям которые ну никак не могут справиться с тем ужасом жизни которые сейчас у вас находится да действительно так бывает что человек сам старается и много работает и много старается и много в жизни всего делает но какие-то элементы влияния которые у него есть который он как правило очень часто ставит даже сам себе как это происходит ну человек говорит я хочу иметь на крещатике квартиру это такая моя мечта и потом говорит нет на крещатике плохо я не хочу уже я хочу в другом районе а как же на крещатике там же уже стоит программа и эта программа работает представляете человек мечтает сначала на пете жениться потом на вася потом на коли потом а это же все тратится энергия на тратится слипается и после чего превращается в энергетическую вот такую порчу идет же кто-то должен вам убирать ну вот такие люди как я это умеют делать и вы можете поприсутствовать и дать мне возможность чтобы я с вами отработал и у вас это убрал также это санга я номер 66 можно в дальнейшем приобрести на моем сайте дуйку гуру и проходить домашних условиях в записи эффект будет иметь точно такой же с вами был андрей дуйко я очень рад надеюсь данный семинар вам понравился марьян мне 38 лет с раннего возраста щипаешь до сих пор всех родных и неродных правая рука тянется кого-то ущипнуть я вроде ласковая и до скандала доходит закончила первую ступень позавчера участница марафона 2 скажите если возможно убрать приходите завтра на сангая но обязательно мне напомните что вы щипаетесь и я уберу я вам обещаю за один раз я знаю как это сделать все до свидания я рад был вас всех видеть еще раз спасибо